Господин Довлатов, ваши консультации для многих уже стали символом чудесных изменений. Многих просто шокирует их эффективность. В чем причина такого результативного всего лишь часового общения с вами по трудным вопросам бизнеса? На консультации нередко приходят абсолютно незнакомые люди. Кто-то изначально настроен скептически из-за негативного опыта в прошлом, кто-то боится потерять затраченную сумму, что помогает вам как бизнес-консультанту, как наставнику с самого начала выйти на уровень доверительного общения. Третий вопрос. Вы провели более 2000 часов индивидуальных консультаций. На что должен обратить внимание консультант, чтобы клиент ушел от него с готовым решением? С цифрами трудно спорить, ведь 90% консультируемых возвращается к вам снова за новые порции советов от 3 до 11 раз. Означает ли, что консультация в какой-то мере заменяет обучение? Можете привести еще несколько случаев исключительной эффективности вашей бизнес-консультации? Как обычно проходит консультация, как вы к ней готовитесь и по каким параметрам вы ее проводите? Что нужно сделать человеку заранее? Как подготовиться, чтобы получить от этого часа максимальную пользу? К чему должен быть готов клиент? Насколько доступна ваша консультация начинающим предпринимателям? И как на нее можно записаться? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели. Хочу ответить на несколько вопросов, которые приходили к нам на рубрику. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто нуждается на нашей ответе. И задавайте актуальные вопросы под почтой, которую видите под рубрикой. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Господин Довлатов, ваши консультации для многих уже стали символом чудесных изменений. Многих просто шокирует их эффективность. В чем причина такого результативного всего лишь часового общения с вами по трудным вопросам бизнеса? Спасибо. Когда я отвечаю, когда я даю консультацию, почти, возможно, может быть, 70%, возможно, 80% людей обязательно приходят на повторную консультацию. Почему люди приходят на повторную консультацию? Потому что это дает им результат. Когда люди приходят ко мне на консультацию, я всегда делаю такую работу. То есть я постараюсь людям говорить, заранее готовьте все свои вопросы. Чем точный вопрос дадите, вы точный ответ получите. И всегда 5 минут, 7 минут я трачу на то, чтобы люди рассказали, чем они занимаются. А потом я попрошу им задавать мне все вопросы, которые у них есть. Почему? Потому что часто я видел такое, что иногда некоторые маленькие вопросы задерживаются долго, а потом их основные проблемы либо они забывают, либо они не успевают по времени. Поэтому, когда я даю консультацию, я им говорю, задавай мне теперь все свои вопросы. Я сам выбираю по приоритетности и сам начну ответить. Получается, что у них может быть вопросов много, но понятно, что за один час вы 50 вопросов не можете задавать или 20 вопросов. Но есть определенные приоритетные вопросы. То есть те основные проблемные вопросы, которые если вы на них ответите, если человек их решает, остальные постепенно решаются намного быстрее. Поэтому один из важных эффективностей моей консультации заключается в том, что я выбираю по приоритетам и сами нужные вещи, на нужный вопрос отвечу, а остальные потихонечку само собой решаются. Второй вопрос. На консультации нередко приходят абсолютно незнакомые люди. Кто-то изначально настроен скептически из-за негативного опыта в прошлом. Кто-то боится потерять затраченную сумму. Что помогает вам, как бизнес-консультанту, как наставнику с самого начала выйти на уровень доверительного общения. Искренность. Я всегда очень искренне работаю. У меня нет цели зарабатывать за счет своих учеников или зрителей и так далее. У меня в голове только одно. Мои искренние намерения просто реально могу ли я помочь этому человеку или нет. Я всегда об этом думаю. Моя голова занята только этим. Как сделать так, чтобы в течение часа, которое я подарю этому человеку, она была максимально эффективна. Вы сами подумайте. Когда человек консультируется у меня, он-то платит немножко денег. Эти деньгами я не могу восстановить один час своей жизни. Я ему даю намного дороже, намного больше, чем деньги, которые он платит. Потому что деньги, которые он платит, это всего лишь деньги. Их можно восстановить, работая в своих бизнесах и зарабатывать в другом месте. Я могу намного больше зарабатывать, чем то, что он платит. Но я подарю ему один час своей жизни или два часа своей жизни, или три часа своей жизни, которые потом сам не могу восстановить никогда. Я даю ему то, что безвозвратно навсегда. Поэтому я своим ученикам, когда даю то, что я не могу вернуть, я максимально вкладываю усилия, чтобы... Представьте, это цена моей жизни. Я вкладываю в нее максимально, чтобы быть полезным. Мне не интересно там... Я вообще не думаю о деньгах, которые они платят и так далее. Я максимум просто думаю, как час жизни, который безвозвратно я трачу на этого человека, чтобы она была максимально полезна. Я об этом думаю. А некоторые люди скептичны настроения, да, бывает у них из прошлого опыта и так далее. Мне это не интересует, я об этом даже не думаю. Просто большинство из них, когда видят, что максимально вкладываю в них, они сами в шокировании на самом деле. Некоторые в шоке вот так смотрят, говорят, вау, вот так. Они говорят, вот я думал, что может быть не надо консультироваться, оказывается так надо. Это так оказывается хорошо помогает и так далее. Ну потом благодарят многие из них, потом благодарят. Третий вопрос. Если вы когда-нибудь консультацией занимаетесь или консультируете людей, вам надо фокусироваться на конечный результат. Первое. Второе. На умение этого человека. Иногда, возможно, ваш совет, ваше мнение в то, что вы советуете, исходя из своего опыта вы советуете, возможно, она уникальна, она классна, но этот человек может ли делать то, что вы говорите? Это большая разница. Большая разница в том, что может ли этот человек делать то, что вы сейчас ему советуете. Это очень много чего зависит. Знаете, многие люди не могут делать то, что вы советуете им. Вот в чем проблема. В чем затруднение именно? Именно в этом. Понимаете, есть очень много консультантов и мудрецов или мудрые книги, но большинство людей не умеют это делать. Поэтому я подбираю именно инструменты, которые он может использовать сейчас, прямо сегодня, что он пошел и практиковал. А если у него я вижу, что ресурсов не хватает или не хватает знаний, или не хватает, скажем, связи, я подберу для него. Говорю, ты знаешь, если вот так делишь, у тебя эти ресурсы появятся. Или я говорю, если ты вот так делишь, у тебя такие навыки умения появятся. Иди на такой-то тренинг или на такой-то курс, или учись у того-то, у того-то. Если у меня есть такой инструмент, я ему скажу, иди на такой мой тренинг. Если у меня нет такого тренинга, я говорю, иди, например, на такой тренинг у такого-то человека, который, например, есть много тренеров, которые я знаю уже со стороны, я рекомендую. Или изучай эту книгу и так далее, чтобы у него вот эти навыки развивались. А если видишь, что, например, не хватает ресурсов, я правильно подбираю стратегию, чтобы ему доступнее ресурсов он нашел. Иногда даже рекомендую партнерство, иногда рекомендую там, скажем, если вижу, что у него не хватает связи и так далее, рекомендую в каких-то группах участвовать, в каких-то клубах, где у него могут эти связи появиться и так далее. В общем, самое главное, ориентир на решение. Всегда надо найти решение, показать, чтобы в конечном стратегии человек мог решать свои задачи. Вот это самое главное. Четвертый вопрос. С цифрами трудно спорить, ведь 90% консультируемых возвращается к вам снова за новые порции советов от 3 до 11 раз. Знаете, в некоторых городах 70-80% возвращается, в некоторых городах 90% возвращается. Это действительно так. Некоторые люди у меня консультироваются 3-4 раза, а некоторые 11 раз. У меня есть женщина, которая 11 раз консультировалась, и она в свое время, даже у нее денег не было, чтобы платить за учебу. 200 евро стоили однодневный тренинг или двухдневный, не помню, это было в 2010-2011 годах, двухдневный тренинг стоили 200 евро. У нее не было эти деньги, и она, или однодневный был, вот так, я точно не помню, честное слово, либо однодневный, либо какой тренинг она посещала. Но помню, что 200 евро у этой женщины денег не было. Почему я точно не помню однодневный, двухдневный, потому что этот тренинг организовала не наша компания, а организовала другая компания. И я читал тренинг, и у этой женщины не было денег, 200 евро. И я ей сказал, если она попросила меня, чтобы я ее разрешал бесплатно посещать мой тренинг, я сказал, нет, вы не инвалид, я не могу вас позволить пустить, вы же не больной, вы же не инвалид. Я не могу пожелать вам такое пожелание, чтобы вы инвалидом стали, поэтому идите, найдите деньги, учитесь. Правда, она где-то нашла деньги, пришла, училась. И одиннадцать раз эта женщина у меня консультировалась, и она зарабатывает сейчас больше 30 тысяч долларов в месяц. По крайней мере, последний раз, когда я ее увидел, у нее был такой привил. Вот. Вот, вопрос такой. Означает ли, что консультация в какой-то мере заменяет обучение? Консультации не могут заменить обучение, потому что обучение, я, представьте, на минуту 6 часов обучаю, или 12 часов обучаю за 2 дня, да? Там очень много знаний, очень много фишек, очень много инструментов. За один час я их не могу давать человеку за консультацию. Но если человек хочет консультироваться у меня, я рекомендую людей так, иди на обучение, когда обучение прошел, потом на консультацию подойди, чтобы на консультацию я тебе давал те вещи, которые я не говорил на обучении. Или знания, которые на обучении давал, чтобы адаптировал для тебя. То есть, это похоже как одежда, чтобы одевал тебе эту одежду, то есть, подгонял под твою ситуацию. Поэтому консультации я даю знания, которые именно индивидуально адаптируют для ситуации этого человека. Поэтому, если этот человек после обучения приходит на консультацию, у него огромные результаты. А если до обучения приходит на консультацию, у него есть результаты, нету, нету, есть. Но если потом сталкиваются снова какие-то проблемы, ему придется снова прийти на консультацию. А если он был на обучении, возможно, в следующей ситуации, с которой он сталкивается, он уже сам могут справиться. Поэтому желательно, чтобы лучше он на обучении был и потом консультировался. Тогда результатов больше. Потому что на консультации я буду разбор делать, его собственную проблему, индивидуальную, его ситуацию. И на него одеваю эти знания, которые давал на обучении, адаптировать лично для него. Это как врач, который индивидуальный диагноз ставит и лечит, индивидуальное лечение. Следующий вопрос. Лично мне трудно представить чувства и мысли человека, который приходит на консультацию в 11 раз. Расскажите об этом случае, пожалуйста. Знаете, почему они повторно приходят? Потому что результат. Каждый раз они приходят, и этот результат дает им еще больше возможностей, еще больше роста, больше шансов. Например, смотрите, сами подумайте на минуту. Вы посещали на консультацию, часовой консультации, платили 500 долларов, например. И вы построили денежный поток, скажем, который позволил вам в два раза увеличить доход. Через некоторое время вы сталкиваетесь с еще другими ряд вопросами. Например, по персоналу, по команду, по стратегию. Вы приходите еще раз, консультируйтесь. И вы говорите, что вот у меня теперь такие новые проблемы столкнулись. И вы консультируетесь, и разработаете новую стратегию, и вы пошли туда. А потом это позволило вам еще два-три раза увеличить доход, и плюс к этому два-три раза увеличил обороты. Соответственно, через полгода или год у вас появятся еще дополнительные вопросы. Почему? Как это удержать? Как это масштабировать? Вы придете еще к следующему вопросу. То есть, получается, что по меру вашего роста вопросы стоят деньги. И когда у вас товарооборот 100 тысяч долларов в месяц, у вас это одно. А когда у вас станет 500 тысяч, вы должны... То есть, вам надо иметь другой уровень знаний. Видите? Другой уровень знаний. Другие инструменты использовать. А когда оборот за 2 миллиона выскочил, и вам надо другие решения принимать. Это похоже, что водит велосипед другой, самолет другой, ракета другой. Точно так же. Видите, помните, в предыдущем ответе я говорил, что я человеку даю инструменты, которые сейчас он может практиковать. Прямо сейчас он пойдет и может практиковать. На том уровне, в котором он находится. Я это называю, одевай свой размер. Это так и называю. Одевай свой размер. Я часто столкнулся с тем, что я иногда знания давал человеку. Вот такие знания. Они приходят и говорят, дай мне знания, как стать миллионером. Я давал несколько совет человеку вот отсюда. У него доход 3 тысяч долларов. Представьте на минуту. Он, соответственно, эти знания не мог практиковать вообще. В конце концов, что он думает? Ой, оказывается, знания или консультация давлодового не помогает. Я вначале не знал об этом. Я вначале давал консультацию и от своей щедрости говорил очень много. Давал много советов. Я с удовольствием давал такие знания, такие секреты. Классальные секреты богатства рассказывал. Я смотрю, этот человек не практикует. А потом понял, нет, одевай ему, его размер. И вот это моя тактика. Я его так и озвучиваю. Одевай его размер. То есть, может быть, он хочет быть миллионером. Но сейчас его сознание готово просто. Он сейчас зарабатывает, например, тысячи долларов. Ты сейчас ему покажи, как заработать полтора, две тысячи или три тысячи. Сначала пусть он это делает. Потом, что когда он это сделал, у него уверенность растет. У него настроение лучшее, самочувствие лучшее. А потом покажи ему, как заработать пять тысяч. А потом покажи, как заработать восемь тысяч. А потом двадцать, потом тридцать, потом пятьдесят. И вот так он растет. И самое главное, он благодарен. А человек, который зарабатывает пятьсот долларов, покажи ему, как заработать сто тысяч долларов. Он тебе мошенникам читает. Вот, понимаете, он выходит отсюда и думает, блин, мошенник, я ничего не научился. Я вот деньги платил зря. Я в самом начале неопытный был. В самом начале я пытался все вкладывать в голове человека, давать ему крутые знания. А потом я понял, что как они не могут это практиковать. Поэтому я с того дня, я это называю, одевай его размер. Просто одевай ему его размер. Вот и все. И это дает огромный результат. Следующее. Можете привести еще несколько случаев исключительной эффективности в вашей бизнес-консультации? Да, я могу. Потому что у меня есть очень много примеров, когда люди консультировали всего лишь на один час, экономили два-три миллиона. На одну консультацию одного парня я экономил больше три миллиона долларов. Одному парню всего лишь часовая консультация. За один час консультации я ему помог закрыть долги на два миллиона двести тысяч долларов. Понимаете, у меня очень много таких случаев. За один час консультации иногда полностью приделиваясь стратегия и вообще идея, которой человек собирался этим заниматься. Всего за один час. И человек уходит оттуда, говорит, послушайте, я вам очень благодарен. Если я так не делал, я потребую очень много. Уловили. Потом некоторые пойдут, практикуют, возвращаются. Они говорят, знаете, Давлатов, я вам так благодарен. Я помню, одна женщина в Алма-Ате пришла ко мне на один часовой консультации. За час консультации я помог ей заработать семьдесят чем-то тысяч долларов. За один час консультации. Через пару месяцев, два-три месяца она заработала эти деньги, вернулась ко мне. Столько благодарили за это. Понимаете, очень много таких случаев. Поэтому я могу кучу примеров привести. Дальше. Как обычно проходит консультация. Как вы к ней готовитесь и по каким параметрам вы ее проводите. Когда я даю консультацию, я желательно спрошу человека, чтобы заранее мне все вопросы готовил. Некоторым людям я говорю, заранее отправляй мне вопросы. Некоторым людям я говорю, просто заранее. Если сложная ситуация, я попрошу, чтобы заранее отправляли мне вопросы. Такое тоже есть. Но иногда некоторые компании, когда у меня консультируют, например, иногда бывают некоторые компании, они мне говорят, знаете, у нас сложная ситуация и так далее, и так далее. Я тогда сдаю вопрос. Заранее сдаю вопрос. Сдаю вопрос, на это, на это, на это, подготовь мне ответ, чтобы консультация была эффективна. Тогда они готовят. Они готовят на эти вопросы ответ и еще дополнительно свои вопросы готовят. Помните, я вам сказал, моя цель не зарабатывать за консультацию. Моя цель быть максимум полезным. Потому что я отдаю свою жизнь за это, которую потом не могу восстановить. Поэтому я максимально стараюсь, чтобы быть полезным для того человека, который приходит ко мне на консультацию. Поэтому консультация проходит именно таким образом. Либо он заранее готовит свои вопросы, приходит ко мне. Если люди говорят, что у меня очень сложная ситуация, очень много трудных ситуаций и так далее, я прошу, чтобы заранее они вопросы записали, меня отправляли. Или иногда бывает, что если вопрос с миллионными проблемами, там, например, бывают 2-3 миллиона проблемы и так далее. Я заранее готовлю вопросы, говорю, вот это 5 или 10 вопросов, на них ответ готов. То есть информацию собери, потом приходи. Не к которым я так говорю. Вот, например, какой товарооборот у тебя, какой бизнес-модель ты используешь. Или сколько активов, сколько процентов по стану потребителей и так далее. Если в бизнесе, например, какой объем остатки у тебя и так далее. И конкретная информация по твоим поставщикам, конкретная информация по проблемным кредиторам и так далее. Вот это все распиши мне, потом приходи. Тогда мы более эффективно работаем. Результат вообще суперрезультаты дают такие консультации, честно скажу вам. Вот, следующий вопрос. Что нужно сделать человеку заранее, как подготовиться, чтобы получить от этого часа максимальную пользу? К чему должен быть готов клиент? Он должен хорошо знать вообще свою ситуацию. Он должен хорошо, то есть точнее задавать вопрос. Чем точнее он задает мне вопрос, тем точнее ответ получает. Иногда бывали такие случаи, что ко мне приходит человек в консультации, и он не знает, что хочет. Я иногда им говорю, вы что пришли просто со мной пообщаться? И они говорят, вот я думал, что вам скажу, потом вы мне скажете, что делать? Извини, я что могу сказать-то? Я-то не ясновидущий. Некоторые люди интересны, знаете так, некоторые люди реально интересны. Они думают, что как будто я там какой-то ангель или ясновидущий, за них должен сидеть, догадать. Это очень большая ошибка. Поэтому если когда-либо вы консультируете у кого-то, они будут такие люди, как у меня, подготовьте свои вопросы заранее. Не стесняйтесь спросить все то, что вы думаете. Не стесняйтесь, сдавайте вопрос. Я помню, что некоторые приходили ко мне и говорят, а вы знаете, вот это есть, у меня еще пара вопросов, но мне неудобно вас спросить. Нет, спрашивайте же, платили за это? Приходи, разговаривай, сдавай вопросы и так далее. И пожалуйста, когда-либо, если вы консультуете с таким людьми, как у меня, как я, вам надо максимально сдавать вопросы, получать пользу, не стесняться и так далее. Еще один случай расскажу вам, очень необычный случай. Я консультирую человека, я показываю ему все то, что надо делать для его ситуации. Они были муж-жена, муж-жена были. Когда я закончил консультацию, никогда не забуду, когда я закончил консультацию, этот человек, знаете, что мне говорит? А, вы богатые, вы богатые люди, все-таки не говорите свои секреты. Я был удивлен, я ему показал, что надо делать, как надо делать, как решать, как, и поверьте, я ему такие классные советы давал. Я точно знаю, что если пойдешь, так делаешь, такой результат будет, потому что я же много раз консультировал, раз. Во-вторых, я сам много раз эти вещи делал. Вы представляете? Оказывается, большинство людей, у которых бедные мышления, они думают, что богатые не хотят делиться своими секретами. И им кажется, что как будто какой-то сверхъестественный секретий делает богатых. То есть, у богатых есть какой-то сверхъестественный секретий. Нет, ребята, просто если вы когда-нибудь консультируете у таких людей, как я, и дадут вам советы, вы просто поверьте на эти советы, идите, делайте их. Я ему сказал, подожди, ты платил на мою консультацию? Он говорит, да. А теперь скажи мне, пожалуйста, какого мне смысла тебе хитрить? Какого смысла мне тебе показать другую дорогу? Смысла нету. Я тебе говорил, именно истинный путь, который я знаю. Я тебе советую то, что я умею. Сверх того я не умею. Я не бог, я не ангел. Я человек, я не пророк. Я тебе советую то, что для себя позву. То есть, то, что я для себя пожелал бы, я тебе и посоветовал. Пожалуйста, иди делай. Только тогда он мне начал осознавать. Я не знаю, потом он делал или нет. Правда, я его еще не видел. Вот. Следующий вопрос. Насколько доступна ваша консультация начинающим предпринимателям? И как на нее можно записаться? Вы знаете, запишите через наши организаторы, через наши франчайзеры, через наши партнеры. Звоните в наш офис, звоните по сайту, заходите в world.com и запишите на консультацию. С удовольствием отвечаю. Один час консультации 500 долларов. Ошибки дороже обойдется. Час в мое время стоит в дальний момент около 2000 долларов. Час в мое время. Но я его в 4 раза дешевле даю своим слушателям, своим читателям. Почему? Час консультация 500 долларов. Вы знаете, я оплачиваю людям за 4-5 часов консультации иногда до 30 тысяч долларов. За 4-5 часов. Максимум 6 часов консультации. Я оплачиваю до 30 тысяч долларов. Где-то 15 тысяч, где-то 10 тысяч. Где-то, понимаете, за один час иногда 10 тысяч я платил. Это нормальное явление. Это очень доступная цена по 500 долларов. Знаете, ошибки ваши обойдутся вам намного дороже. Ошибки стоят дорого. Поэтому, если вы занимаетесь бизнесом, если у вас конкуренция большая, если вы дальше не знаете, как делать, если вы столкнулись с тем, что хотите что-то изменить в вашем бизнесе, если вы хотите начать работать с кем-то в партнерстве, хотите брать кредиты, хотите там, скажем, внедрять новый ассортимент, новую технологию, хотите зайти в новый город, или там, хотите там дополнительно новый бизнес открывать, хотите расширяться, хотите пойти в новый регион, и так далее, и так далее, и так далее. Похожая вещь, лучше сначала консультируйтесь. Мой искренний совет вам. Или если вы долго работаете, прибыла не видите. То работаете, работаете, но прибыла нет. Если вы долго, 3-5 лет, как-то стоите на одном месте, вроде бы работаете, но как-то роста нет. Да лучше консультируйтесь, не тратьте дальше время. Время все равно быстро проходит. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику, ставьте под почту, под эту рубрику, посмотрите, пожалуйста, почту, в нем запишите свои вопросы, с удовольствием я готов ответить на все ваши вопросы. А теперь наступает время, практика. Пишите, пожалуйста, в комментариях на 3 вопроса ответ. Первый, когда можно записаться на консультацию? Второе, как надо готовиться на консультацию? Третий, что вы должны унести из этой консультации? На эти 3 вопроса пишите ответ в комментариях. К вашим услугам. Всего доброго.